Нюансы организации дорожного движения в Ноябрьске. Новости нашего города продолжают пояснять вместе с экспертом Всероссийского общества автомобилистов. На этот раз мы побывали на Мира и Советской. Чем закончилась экскурсия по этим улицам в рубрике «Нам здесь жить». Вот участок улицы на Ленина. Здесь мы нашли сразу несколько интересных моментов. Первый. Знак направления движения по полосам. Действует он до перекрестка и поясняет водителям, что по Ленина в сторону Советской полоса для движения только одна, а во встречном направлении две. Итак, в соответствии с этим знаком двигаться по Ленина можно только прямо или направо в один ряд, ведь разделительная полоса на знаки сплошная. Автоматически все, кто с этой полосы поворачивают налево к детскому парку или зданию Ноябрьск нефтегаза, нарушают правила. По данному знаку можно сказать, что полосы встречного движения не предназначены ни для обгона, ни для объезда. Почему? Потому что мы видим, что на данном знаке нанесена сплошная линия разметки. Это первый момент. Второй. Сразу после этого знака не менее любопытный. Главная дорога. Это при том, что перекрестка здесь нет, а устанавливается этот знак по ГОСТу только на перекрестках. В таком случае необходимость его в принципе непонятна. Водителю просто ни к чему этот указатель, ведь дальше вплоть до Советской есть только выезды со дворов, а те, кто оттуда выезжает и без знаков обязаны дорогу уступать. Так что по идее этот знак нужно исключить. Дальше прямо под ним движение транспорта запрещено и стрелка тоже не нужны, ведь предыдущие направления движения по полосам запрещают поворот налево. Посему дополнительные указатели ни к чему. Ни к чему и пешеходный переход, который почему-то оказался не на проезжей части, а на тротуаре. Водитель и так обязан уступать пешеходам дорогу. Неважно, на въезде или выезде с прилегающей территории. Но и само собой знак «Уступи дорогу» тоже бесполезен, ведь водитель, выезжая с прилегающей территории, просто обязан это сделать. А вот знак «Обгон запрещен», который дальше по улице, как раз-таки установлен верно. Во-первых, здесь довольно опасный участок дороги. Во-вторых, те водители, которые выезжают со дворов, указатель направления движения по полосам в самом начале улицы не видят. Соответственно, для них знак «Обгон запрещен» просто необходим. Здесь опасный поворот, и далее за поворотом пешеходный переход расположен. И также и аналогично знак установлен с обратной стороны. То есть это как раз в избежание выезда на встречную полосу и осуществление обгона. Разобрали мы только одну сторону дороги. Теперь меняем направление и будем двигаться от перекрестка с Советской. Как помните, на знаке «Направление движения по полосам» указано, что именно по этой полосе двигаться можно в два ряда. Здесь таких указателей нет. Расширение проезжей части начинается только на подъезде к перекрестку, посему здесь не хватает знака. Здесь необходимо, вот в этом месте, перед остановочным комплексом, поставить знак дополнительный еще, что идет сужение, и две полосы начинаются, чтобы водитель не вводить в заблуждение. Еще момент. Выезды со дворов разрешены в обоих направлениях, и направо, и налево. Но все тот же знак «Направление движения по полосам» запрещает поворот со двора налево, ведь по идее там сплошная. Соответственно, водители, поворачивая налево, нарушают. Правда, знать они этого не могут, ведь для них знаков нет. Зато есть целых семь абсолютно ненужных. Необходимости в них тоже нет, хотя, в принципе, они никому не мешают. Но есть один нюанс. В среднем установка одного знака вместе с его изготовлением обходится в 4,5 тысяч рублей. Итого более 30 тысяч. Немало. Причем это далеко не единичный случай. Вот, к примеру, один из дворов. Жилая зона и пешеходный переход. По идее, какой-то из них следует исключить, иначе непонятно, обязан водитель пропускать пешеходов вне зависимости от того, где они переходят дорогу, как этого требует знак жилая зона, или только в установленном месте на пешеходном переходе. Так же, как и непонятно, как должен поступить пешеход, чтобы не нарушить правила. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города.